Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Специально не закрываю окно. На улице музыка осеннего октябрьского еще дождя. Ну вот, скоро закончится октябрь, и наступит ноябрь месяц. Ничего нового, скажете вы, однако это будет новый ноябрь. Сегодня вашему вниманию предлагаю тему «Высшее я, Михаэль, что если?» Новости из-за завесы, челенинг, 24 октября 2023 год. Приветствую тебя, дорогой, дорогая, мой, моя, я, высшее я, Михаэль. Я рада в этот священный момент быть рядом с тобой. Это прекрасно, когда кто-то из нас, проявлений, проводников небес, может говорить с тобой. В своей повседневной жизни твое сознание часто закрыто, и тем сильнее твое внимание погружено в материю, и тем сложнее до тебя достучаться. Все это проявление одного из законов Вселенной. На что направлено внимание, туда уходит энергия. Когда твое внимание направлено на себя, или в глубины себя, нам легче давать тебе подсказки и помогать. Сегодня я хочу поговорить с тобой об одном важном вопросе. В том числе, он настолько важный и так часто встречается в твоей жизни, что обойти его своим вниманием никак нельзя. Вопрос звучит так. Что если? Думаю, что ты не раз им задавался. Но чаще всего им задаются те, кто находится на распутье, когда сложно сделать выбор. Я же предлагаю задаться этим вопросом в другие моменты жизни. Например, когда ты находишься в размышлениях о своей жизни, но не в прошедшем времени, как часто бывает, а в состоянии своего потенциального будущего. Вот тогда это действительно будет полезный вопрос. Он будет тебя подталкивать идти вперед и подбадривать тогда, когда это будет необходимо. Итак, ты знаешь, как задаваться вопросом в отношении своего прошлого. Что если бы я поступил иначе, тогда было бы намного лучше. Что если бы я купил вовремя вот эту вещь, она сейчас бы уже была у меня. Все это проявление вопроса, что если в отношении своего прошлого. Научиться стоит задавать этот вопрос в отношении своего будущего. Он может звучать так. Что если я сейчас займусь собой, то стану намного лучше себя чувствовать. Что если я начну больше уделять внимание своему хобби, то вполне вероятно, стану мастером в нем. Что если я перестану много пить кофе, то мне же будет лучше. Мое давление нормализуется. Вот это правильное направление для вопроса, что если. К сожалению, единицы используют этот прекрасный инструмент в своей жизни именно для того, чтобы продвигаться вперед. Ты можешь стать одним из тех, кто задает правильное направление вопросу, что если. Стань им, и твоя жизнь начнет меняться. Но главное не только это. Главное, не забывать следовать положительной мотивации этого вопроса. Действительно, что если у тебя все получится? Думаю, так и будет. Высшее я, Михаэль. Маленькое дополнение. Прямо с утра задаем вопрос. Что если я сейчас себе помогу? Что если моя любовь к самому себе изменит мою жизнь? Что если я буду на постоянной связи со Вселенной и со своим Высшим Я? Что если мне откроются новые пакеты информации, которые расширят мою реальность и изменят мою восприимчивость? И так каждый из нас может с утра задавать себе вопросы и в течение дня, а может ночью, он получит те ответы, которые и будут сдвигать в это новое состояние сознания или в новую восприимчивость, когда мир видится совершенно в других красках.